Спокойный ребенок большую часть времени ест и спит, как и положено, новорожденному плачет очень редко. Это единственный мальчик в областной детской клинической больнице, у которого нет фамилии и имени. Его 7 августа подбросили в хозяйственной сумке в 11 больницу. Пуповину перерезали врачи первого роддома, потом привезли сюда. В очень хорошем состоянии, несмотря на пережитый стресс, что его мама подкинула. У него абсолютно хорошее самочувствие. После обследования мы не выявили никаких нарушений в его состоянии здоровья. Поэтому он у вас пребывает, что называется, практически отдыхает от всего перешитого. Единственное, что могут сообщить врачи, мальчик родился доношенным. Рост 52 сантиметра, вес 3 с небольшим килограммом. Этого не видно, но он испытал большой стресс. Все время, пока рос в утробе матери, с ней был постоянный контакт. А сразу после рождения эта важная связь прервалась. Во многих регионах для матерей, которые внезапно приняли решение оставить своего ребенка, устанавливают бэби-боксы. Это устройство с оптимальной температурой и подачей воздуха, в которых он может находиться до приезда врачей. По словам главврача ОДКБ Инны Лебедевой, система неплохая, но с ее помощью полностью проблемы решить вряд ли получится. Бэби-бокс он будет, но вы поймите, что у нас от детей могут отказываться, допустим, в районных областях. До бэби-бокса ехать 300 километров. То есть это затраты на поездку, это затраты на билеты. Соответственно, если у человека родилось в голове решение отказаться, то, соответственно, причины могут быть разные, в том числе и материальные. Поэтому тратить деньги для того, чтобы куда-то там его отвезти, никто не будет этим заниматься. Поэтому бэби-бокс вот именно в этом случае не совсем будет решением. Где сейчас мама новорожденного мальчика и почему она оставила ребенка, выясняет полиция. Если родители не отыщутся, его передадут в дом малютки. Аналогичный случай был в прошлом году. Встречу больницу подкинули девочку, ее родители не нашли, но ребенка усыновили почти сразу. Остается только надеяться, что этому мальчику также повезет. Дина Исляева, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город».